Здравствуйте, меня зовут Евгений Масеев. Сегодня я хочу поговорить на такую актуальную в последнее время тему квесты и социальные группы под общим названием «Синий кит», в результате которых подростки начинают вести деятельность, которая приводит к самоповреждению и, возможно, к самоубийству. Вообще, тема самоповреждения среди подростков – это тема не новая, и, в принципе, есть даже некоторые субкультуры, которые предполагают такой депрессивный, упаднический флёр, что очень часто притягивает подростков. И эта тема, на самом деле, дискутабельна, и дискутабельна она уже давно. В последнее время «Широкий резонанс» приобрели квесты и игры, в которые подростки вовлекаются через группы в социальных сетях. И это игры, которые состоят из ряда заданий. Эти задания обычно даёт загадочный, неизвестный куратор. И эти задания предполагают поведение, которое в психологии называется аутоагрессивным. То есть поведение, которое предполагает повреждение или причинение вреда себе. Это может быть как нанесение себе порезов, ссадин, так и такое задание, как, предположим, уйти на сутки из дому. Тоже причинение себе вреда в определённом смысле. И обычно такие игры, последним их заданием является совершение самоубийства, которое должно быть каким-то образом зафиксировано на видео. И естественно, что такой социальный резонанс, то, что существуют такие игры, он очень серьёзно тревожит, прежде всего, родителей. Я хочу постараться разобраться в том, почему такие тенденции так популярны среди подростков. И почему эти игры имеют такую популярность. Дело в том, что подростковый возраст, он сам по себе пограничен. И для подростка очень важна самореализация и построение новых коммуникаций вне семьи. Что, в принципе, является новой амбициозной задачей. Часто бывает так, что подросток не может самореализоваться и найти поддержку, сформировать стойкие, близкие отношения с людьми в своём окружении, в том числе в семье. Но при этом потребность в этих важных отношениях остаётся. И если в этот сложный период в его жизни появляется какой-то загадочный куратор, куратор вот такой игры, который, по сути, является отождествлением родительской фигуры, потому что это человек загадочен, с одной стороны, про него мало что известно. С другой стороны, он даёт задания, он может поощрять, он может наказывать. То есть, в такой ситуации этот куратор является заместителем значимого взрослого, как это называется в детской психологии. И именно в такой ситуации, когда у ребёнка очень мало ценных отношений, контакт с таким куратором наиболее вероятен. Другими словами, к причинам такого поведения могут привести, по сути, две вещи. Это отсутствие полноценного контакта с родителями и отсутствие достаточного контакта со сверстниками, поскольку построение отношений со сверстниками для подростка достаточно важно. Поэтому, если говорить о том, что есть ли какие-то рекомендации в таких случаях, то первое, что нужно сделать, это постараться каким-то образом привести ваши отношения с подростком в доверительное русло. А второе, постарайтесь способствовать расширению его круга общения, потому что чем больше людей, сверстников, с которыми он общается, тем больше самореализации, больше эмоционального отреагирования и меньше необходимости к аутоагрессивному поведению. Воспитание ребёнка – это сложный процесс, который не имеет своих алгоритмов, прописанных правил. И это скорее искусство, чем наука. Как говорил Борис Гребенчуков, ребёнка нужно не воспитывать, ребёнка нужно любить. Если вы хотите избежать различных проблем, о которых я говорил в этом видео, просто будьте с ребёнком более открытым и принимайте его таким, какой он есть. Если у вас появились какие-то вопросы, оставляйте их, пишите в комментариях под видео. Я отвечу на все ваши вопросы, на самые актуальные из них я напишу видео-ответы. Подписывайтесь на мой канал, берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках.